Всем привет! Меня, кто не знает, зовут Никита, и сегодня мы посмотрим на второй трейлер фильма Assassin's Creed. Да, я попытаюсь разобрать его по полочкам. И так как это мой первый разбор трейлера, если вдруг я что-то упущу или ошибусь, то прошу прощения. Вы можете писать в комментарии свои домыслы и какие-либо факты, чтобы всем нам было как можно больше интересней. Ладно, погнали. Вы пришли спасти мою душу. Сегодня ваш день рождения. Да. Вечеринка как раз начинается. Скорее всего, главного героя только-только привезли в Абстерго. И обратите свое внимание на знаки, нарисованные на стене позади нашего героя. Это говорит о том, что он далеко не первый. А еще на восьмой секунде нам видны рисунки, которые, скорее всего, сделали испытуемые этой компанией, но, возможно, и наш герой. И еще хотелось бы добавить, что человек, который пришел к Алому, это имя нашего героя, кстати, скорее всего, держит некую книгу. Правда, что это за книга, пока останется тайной. На восемнадцатой секунде мы видим, что это явно неблагополучный район, так как на проводах уже висит чья-то обувь. Скорее всего, он от них скрывался, чтобы избежать наказания. А еще ленточки, висящие на тех же проводах и заборе, скорее всего, говорят нам о каком-то празднике, который прошел недавно. На этом моменте мы видим неких людей в костюмах. Один из них говорит о нашем герое, я думаю, что это какие-то шишки в Абстерго Индестриз. Эти кадры свидетельствуют нам о том, что Каллум явно пришел туда недобровольно. Об этом также говорят и кендалы, которые позже на него надели. Тут нам показывают орудие убийства. Скорее всего, это сохранившееся или реконструированные оружия, которые использовались в разные периоды времени. Мы видим, что предок главного героя был явно не один, и было некое братство ассасинов. Хотя есть вариант, что это тамплиеры, но все же я склоняюсь к тому, что это ассасины. На этих кадрах мы четко видим момент смерти главного героя. Я предполагаю, что он совершил какое-то преступление, однако мы не узнаем, за что именно его умерщвляют. После слов этой девушки по имени София, мы явно понимаем, что его на самом деле не убили. И скорее всего, та жидкость, которая текла в него, это препарат для замедления пульса, чтобы было ясно, что он не жилец. Можно предположить, что Абстерго подкупили правительство для того, чтобы забрать у них Каллума. Здесь мы видим, как Каллум куда-то бежит. Я думаю, что это его небольшая попытка побега. Но так как тот Громила сзади не особо торопится за ним, я думаю, что его попытка оказалась тщетной. Справа на кадре мы видим и других людей, которых, скорее всего, также поработила Абстерго. А тут мы точно видим узников Абстерго. Интересно, зачем вся эта растительность? На этих кадрах запечатлён, если, конечно, я не ошибаюсь, стадион Весенте Кальдерон, который находится в центре Мадрида. А также рядом с ним огромный комплекс Абстерго Индестриз. А на этих кадрах мы видим старинные клинки, которыми пользовались ассасины. Теперь нам показывают, как главного героя снабжают экипировкой. Правда, опять же, непонятно, для чего это делается. Ведь Каллум может им причинить вред, если только они не вкололи ему какой-нибудь препарат, подавляющий физическую активность. А это отец Софии. Видимо, он имеет непосредственное отношение ко всему происходящему. А вот это, дамы и господа, похоже, самая новейшая наработка анимуса. Который явно не похож на тот, что знают все геймеры. А точнее, те, что знают. Ибо версий анимусов было довольно много. Обратите внимание на это. Это же тот самый анимус, который использовался ассасинами в играх серии. Интересно, что он там делает? Возможно, Абстерго забрали его. На этих кадрах мы видим парящего орла. Но присмотритесь на задний фон. Я думаю, что в то время только начинают строить собор в городе Севилья. Кстати говоря, возможно, этот город окажется и основным местом действия. Где будут происходить основные события. А тут мы видим, как работает новый анимус. Он подключен к Каллуму, я полагаю, через спинной мозг, чтобы управлять его телом, дабы он запоминал все, что делает его предок. Кстати, этот парень, с которым сражается Каллум, явно не похож на наряженного представителя 15 века. Скорее всего, это еще один узник. Далее нам показывают паркур на фоне пейзажев и просто красивого и запыленного города. Также с Каллумом бегают еще несколько человек. Это только подтверждает теорию о братстве. На этих кадрах Каллум напрыгивает на какого-то человека. Я думаю, что он какой-то важный человек. Здесь мы видим предка Каллума. Только это явно не анимус, а какая-то камера для заключенных. Скорее всего, это очередное видение. Побочный эффект после действий анимуса. На этих кадрах запечатлена самая что ни на есть экзекуция инквизиторов. Избавление от еретиков путем сожжения. Кстати, там есть и предок Каллума. Нам показывают абстерго изнутри. И мы видим, что многие заключенные, или же лабораторные крысы, если так можно их назвать, уже довольно прижились. И скорее всего, нас познакомят со многими из них. И мы узнаем о том времени, в котором живет Каллум, столько же, сколько и его предки. И сразу же после кадров с заключенным предком, мы понимаем, что он со своей подружкой освободился. И сейчас будет мясо. Нетрудно понять, что эта сцена с повозками намекает на то, что в фильме будет достаточно экшена. И явно не заснешь. А здесь та шишка из начала трейлера ведет диалог с Каллумом. Он, кстати, держит непонятный провод. Я думаю, что он шантажирует самоубийцам или еще чем-то. Хотя это не так ясно. Ну а эти кадры дают нам понять, что порабощенные заключенные сговорились на бунт против них. И взяли все снаряжение, которое им любезно предоставили все те же абстерго. И опять сейчас будет мясо. Здесь мы видим некоторых членов Братства Ассасинов. Их, кстати, семеро и у каждого свое вооружение. Далее нам показывают экшеновые сцены, в которых сочетаются бои в прошлом и настоящем. И главный герой проговаривает часть текста из Кодекса Ассасинов. Мы действуем во тьме, чтобы служить свету. И, конечно же, куда без эпичного прыжка Веры на не менее эпичном фоне пейзажа города. Далее мы видим заключительную сцену трейлера, где войдется диалог между Каллумом и Софией в какой-то лаборатории. На заднем плане видны всяческие картинки и их наработки. Фух. Надеюсь, я сумел рассказать вам о всем, что можно было в этом видео. Опять же, если я упустил какую-либо деталь, пишите в комменты. Также не забывайте добавляться в друзья вконтакте и подписываться на канал. Ну и на инстаграм, если кому-нибудь интересно, моя очень в кавычках интересная жизнь. Ссылочки, если что, в описании. Ну а с вами был Никитун. До скорых встреч в новых видео. Я тут пересматривал трейлер и наткнулся на этот момент. В общем, сами думаете, это халтура или что-то другое. В общем, ну ладно.